Привет, друзья! Существует пословица, что мужчина – это голова, а женщина – шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинкам. История не раз доказывала справедливость этого предположения. Особенно это заметно в политической сфере. В России первые леди, как их сегодня принято называть, весьма сильные, самодостаточные и успешные. Сегодня Людмила Путина – экс-первая леди Российской Федерации, бывшая супруга Владимира Путина. А 20 лет назад она с достоинством приняла решение мужа стать президентом и начала играть по всем надлежащим правилам. Отдавала ли она себе отчет, что совсем скоро изменится жизнь не только Владимира Владимировича, но и всей семьи? После того, как в интернете появилась информация о повторном замужестве Людмилы Путиной, россияне и жители других стран стали активно искать хоть какую-нибудь информацию о ней. Очень часто среди запросов в сети мелькают вопросы о том, чем занимается Людмила Путина после официального расторжения брака с президентом Российской Федерации. И мы постараемся ответить на эти вопросы. Но сперва подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик. А далее мы расскажем, чем сейчас занимается Людмила Путина и за кого она вышла замуж. Будущая первая леди родилась 6 января 1958 года в Калининграде в семье простых рабочих. Отец трудился почтальоном, затем токарем-револьверщиком, а мама работала кассиром автоколонны. Людмила Шкребнева выросла невероятно красивой и при этом застенчивой девушкой. В родном городе Людмила устроилась работать почтальоном, а затем ученицей на завод. Родители обрадовались тому, что дочь наконец остепенилась и готовится к поступлению в технический вуз. И она действительно поступила, хорошо училась, но вскоре поняла, что хочет от будущей профессии совсем не того. Людмила попробовала себя в самых разных амплуа, от санитарки в городской больнице до аккомпаниатора в доме пионеров. Вскоре подруга рассказала Людмиле о курсе стюардесс, и девушка на три месяца улетела в Минск, где за это время постигла азы профессии стюардессы. Вернувшись в Калининград, Людмила в течение двух лет работала бортпроводницей внутренних авиалиний аэрофлота. К 1981 году Шкребнева наконец поняла, к чему у нее лежит душа, и поступила в Ленинградский государственный университет на специальность филолог-романист. Именно благодаря этому образованию сегодня Людмила Александровна в совершенстве владеет испанским, немецким, португальским и французским языками, в чем соперничать с ней не смогла бы ни одна супруга, по крайней мере отечественного руководителя страны. На время учебы Людмила переехала в Ленинград, где и произошла судьбоносная встреча с ее будущим супругом Владимиром Путином. Красавица-студентка и молодой сотрудник КГБ познакомились в театре. Поначалу Владимир не произвел должного впечатления на Людмилу, но после недолгого разговора она разглядела в нем настоящего мужчину. «Меня не нужно носить на руках», – признавалась как-то Людмила. А Путин как раз и искал девушку, с которой не надо сдувать пылинки. Ему нужна была боевая подруга, поэтому Владимир несколько лет проверял Людмилу. Он мог опоздать на час-полтора на свидание. Будущая первая леди поведение Путина терпела и старалась выглядеть невозмутимой. Людмила не из тех девушек, кто мог закатить скандал, что-то потребовать или заплакать. Всегда и везде она сохраняла самообладание и тем самым покорила Владимира. 28 июля 1983 года пара узаконила свои отношения, и Людмила взяла фамилию мужа. Свадебное торжество проходило на Невском пароходе. Закрытый и сдержанный Владимир цветами и комплиментами Людмилу не баловал, а в любви признался всего лишь раз – в день, когда предложил избраннице руку и сердце. К слову, тогда же Путин порекомендовал невесте хорошо подумать, ведь у него тяжелый характер. Людмила без раздумий ответила «да». Первые годы Людмила Александровна даже не догадывалась, кем работает ее избранник. Владимир Владимирович мне так и не сказал, что он офицер КГБ. Когда познакомились, он сообщил, что работает в уголовном розыске. «А я была в этом уверена целых полтора года», – вспоминала Путина. Людмила была реалисткой и знала, что работа всегда стоит для ее мужа на первом месте. Тем не менее, оставалась уверена, что им удастся построить крепкую семью. В 1985 году у супругов родилась дочь, которую назвали Марией. Буквально через несколько месяцев после родов Людмила узнала, что вновь ждет ребенка. И в 1986 году на свет появилась их вторая дочь, которую назвали Катериной. Путин продолжал работать в КГБ. В 1986 году вся семья переехала в Германию, куда Владимира Владимировича отправили по службе. Людмила Александровна в свойственной ей манере приняла эту новость спокойно. Для Людмилы самым счастливым временем стали годы, проведенные в Германии. Дочки погодки занимали все ее время, и она с радостью погрузилась в семейные хлопоты. «Путин в дочках души не чаял. Он их всегда баловал, а воспитывать приходилось мне», рассказывала Людмила Александровна. В 1999 году, узнав об отставке Ельцина и поняв, кто займет его место, Людмила Александровна не смогла сдержать слез. Она и так не видела мужа, а теперь поняла, что он и вовсе исчезнет из ее жизни. Кроме того, Людмилу Александровну пугала публичность, которой она так тщательно избегала. Свой страх Людмила мужу не показывала, она всячески старалась его поддержать. Людмила Александровна с достоинством разделила с ним эту ношу, став первой леди России. К своим обязанностям первой леди Путина приступила только спустя год. В это время она начинала заниматься организацией благотворительных мероприятий и филологических форумов. В статусе первой леди Людмила Александровна принимала многие зарубежные делегации, а также изредка сопровождала мужа в заграничных поездках. Эти функции Людмила выполняла не без труда, так как ей тяжело было находиться под прицелом множества телекамер. Поэтому при случае она избегала подобных мероприятий. Из-за этого западная пресса прозвала Людмилу Александровну невидимой женой российского лидера. Еще одним поводом для обсуждения в западной прессе стал стиль первой леди России. Журналисты нередко соревновались в остроумии, пытаясь как можно саркастичнее охарактеризовать очередной наряд Людмилы Александровны. Модные критики не раз отмечали, что Путин наносит наряды, фасоны которых портят ее фигуру, подчеркивая ее недостатки. Многие недоумевали, кто одевает на нее эти слишком короткие, слишком объемные или слишком обтягивающие вещи. Ответ дала Людмила Александровна в одном из интервью. Я сама забочусь о своем имидже. Кремлевским портным нередко приходилось переделывать наряды первой леди, именно потому, что ей не нравился их фасон. От перешитых по ее указаниям костюмов мастера в восторге не были, но и пойти против супруги президента не решались. В 2008 году Путин передал бразды правления Медведеву, и Людмила Александровна перестала появляться на публике. О ее исчезновении ходили самые разные слухи, поговаривали, что она ушла в монастырь. Затем писали, что Путины развелись. Однако Владимир Владимирович продолжал носить обручальное кольцо, доказывая обратное. 6 июня 2013 года Владимир и Людмила Путины во время антракта балета «Эсмеральда» в Кремле дали совместное интервью, в котором сообщили, что их брак завершен. Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. Владимир Владимирович и Людмила Александровна прожили в браке 30 лет, но отметить жемчужную свадьбу им так и не довелось. В то время уже шел бракоразводный процесс. После развода Людмила Александровна вернула свою девичью фамилию Шкребнева и старательно избегала контактов с прессой. Бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Во время прямых трансляций Владимир Владимирович подчеркивал, что они с Людмилой Александровной не держат друг на друга зла. «Мы с Людмилой Александровной иногда видимся, не часто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения. Может быть, лучше, чем были раньше даже». Бывшая жена президента является верующим человеком. И в СМИ появилась новость, что после развода Людмила ушла в Снятогорский монастырь к духовной наставнице. В 2016 году экс-первая леди вышла замуж и в очередной раз сменила фамилию. Избранником стал Артур Очеретный, который младше Людмилы на 20 лет. Артур стоит во главе Центра развития межличностных коммуникаций. Эта организация с момента ее создания в 2000 году находилась под патронатом первой леди, а после развода стала для нее одним из основных источников дохода. Центр владеет домом князя Волконского, аренда площадей которого приносит более 3 миллионов долларов в год. А в качестве конечного выгодоприобретателя агентство Рейтер назвало именно Людмилу, поскольку ей принадлежит 99% активов фирмы Меридиан, которая занимается недвижимостью. По официальным данным, до развода у Людмилы Александровны был весьма скромный годовой доход – 121 374 рубля. Никаким имуществом женщина не владела. Квартиры и земельные участки после развода остались мужу. Но вскоре у экс-первой леди появились собственные активы. По предположению специалистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, она получила от экс-супруга весьма солидные отступные, которые нигде не афишировались. Людмила Очеретная занимается сделками с элитной недвижимостью. Женщина приобрела в поселке Миллениум Парк 8 участков земли площадью 240 соток. Эти данные были опубликованы в Едином госреестре земельных участков. По оценкам экспертов, сумма сделки составила около 430 миллионов рублей. Но Людмила Александровна недолго владела землей и вскоре перепродала ее. Причем сумма новой сделки тщательно скрывается. Олеся Шмагун, автор расследования OCCRP, считает, что операция с покупкой-продажей земли – это всего лишь способ отмывания денег. Версия о легализации доходов породила слухи, что развод читы Путиных был фиктивным. И это всего лишь прикрытие для финансовых махинаций. Таким образом маскируется недвижимость и бизнес, несовместимый с государственной службой. Тем более, что бизнес Людмилы Александровны охватывает новые сферы. Известно, что Людмила является единственным учредителем мебельного концерна – АО «Интерьер Сервис». В 2018 году она стала совладелицей микрофинансовой организации CarMoney. Фирма Meridian приобрела 7% кипрской компании CarMoney CY Limited. После того, как бывшая жена Путина вошла в число совладельцев, позиции CarMoney на рынке упрочнились, и организация заняла шестую строчку в рейтинге микрофинансовых организаций. Гонорар какой публичной личности вы бы хотели узнать? Напишите свои пожелания в комментариях. И если вам понравилось это видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь на наш канал. В следующих видео будет много интересного. До скорой встречи!